А нужны эти молитвы? Ну, молитвы нужны, конечно. Это уже наше... Это уже наше... А можно задать вопрос, а почему нужны? Вопрос, а почему нужны ночные молитвы? В первую очередь, потому что ночь дана не для сна, только Павел, это Златоуст говорит, но для слез и молитвы. Как росой обмывается трава, так человек обмывается слезами. Второе. Ночью много совершается преступлений. Много. И нужны молитвы, чтобы Господь уравновесил это все. Далее. Даже Златоуст говорит, ребенка самого малого подними на молитву другую ночью, если не сейчас, то когда? Павел говорит, в день и ночь. И ночью Павел что делал? Воспевал с силою. Воспевал, и тюрьма поколебалась. Это ночью было. И когда читаем про Анну, говорит, она день и ночь служила Богу. И все время вспоминаю день и ночь. Вот у меня бывает так, ну редко очень, я не говорю про путешествия. Ну что-то такое было в нем, до того устала, и я лег, и даже не проснулся. Это настолько редко, но я себя, может быть, настроил на это, я не огорчаюсь этим. Молитвы не было, я встаю, благодарю Господи, благодарю Тебя, что Ты сегодня меня не поднял. Я успел отдохнуть. То есть для меня Бог это радость, это друг. Я никогда себя в ущербе не чувствую. Да, я избранник, меня с детства Бог избрал, когда другие бегали, прыгали, а я только прислушивался, как голосу неба. Вот читать-то нечего было, я по природе учился. Вот эти гнезда, птиц, что она рассказывает, зверюшки разные. И когда никто не видел, я где-то скрывался и молился тому, кто все это сотворил. Уже учился в техникуме, помню, на практике в горах были, строили лесопильные там заводы. И все спят, меня как-то ночью поднимет, часа в два. Я выйду и иду, тайга вокруг, а вот так вот ели, а елки последние сучки до самой земли, до снега. И я на этих коленках остановился и молился тому, кто сотворил эти звезды. Не знаю ни имя его. И что интересно, вот бывает, человек, я хожу в храм, и этого мне достаточно. Мне этого было недостаточно. Я абсолютно точно знал, что я умру и буду в аду. Вот Бог на сердце полагал, почему я не знал о жертве Христа ничего. Не слышал, что за меня Христос умер. А зачем молился? Мне облегчение было. И я молиться буду за нас не папа, а тятяя звали, и за маму, когда они умрут. А мне спасения нет. Хотя что люди делают, мои сверстники, я не делал, я боялся греха. Но я не знал о жертве Господней. И когда человек сегодня отходит, как попало, и он что-то надеется получить, я понимаю, это совесть сожженная. Вот меня совесть не обманывала никогда. Я точно знал, я буду в аду. Рай есть, но рай это для святых, а мне ад. До момента 27 сентября 1962 года в 17.00, когда я склонился и сказал, верю, ты умер за меня. Это в доме 50-ти баптистов, тогда они объединены были. Это день, самый памятный в моей жизни. Началась новая жизнь, сразу же. И началось свидетельство. Я уже через 3,5 месяца Библию уже знал, уже на кафедре проповедовал. А когда сегодня, да я недавно обратился, 4 года. 4 года? Я тебе называю цифру 3,5 на корабле. Там некогда считать, я уже Библию знал. Исходя на берег, уже у баптистов проповедовал с кафедры. Это избрание. Это избрание дает, может быть, для людей непонятно, иное зрение, иное ведение. Ты знаешь, где молчать, где можешь говорить, где посочувствовать. Вот она рассказывает, ты ухвати самый момент. Как она откликалась, или гена. Вдруг я вижу сон, не сон. Я рассказываю Надежде Васильевну. И в это время стук одновременно. Я не могу его не принять, он от Бога. Два человека. И остается один, а другой уходит. И именно так тут же разыгрывается весь ответ. И он остается. Это диво Божие. Вот мы сейчас, когда молимся, в конце мы всегда поднимаем руки и вопием к Богу. Господи, благодарим Тебя за милости, какие были. И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся на небе и на земле. И просим Господи, услыши молитвы всех, кто молится о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, кто заповедал нам молиться о них. И тогда молча стоим и говорим, Господи, говори, слушай ты, слышь, раб твой. И какое-то время мы молча стоим, прислушиваясь, что Бог положит на сердце. Это даже в пути, в дороге мы едем и поднимаем руки. Это кто-то налил кому-то. Это вам. На ночь многовато будет, это слишком полное. Давай-ка, Виктор.